Я не уйду! Так, замечательно! Слушай, что-то он тут раздухарился, вы не замечаете, ребят, а? По-моему, да. Но первый раунд, как видите, за нами, и мы продолжаем. Так, получил по морде. Опа! Неплохо. Да хорош, что тут махать своим трезубцем. На! Завалили его арматурой. Ха-ха-ха. Так, я хочу, ребят, посмотреть суперудар у нашего зеленого фонаря. Ну? Воу! Хе-хе. Ничего себе. На-ка! Шикарно. И шлемаком еще в придачу. Нифига мы собрали тут робота. Я не завидую тебе, родной. Не-не-не-не, не надо, не надо. Не получилось у него, ребята, сделать суперудар, и я этому очень рад. Да ну, слушайте, я вот что-то все тыкаю и нажимаю, ребят, но никаких там изысканных ударов я не заметил и не нашел. Да-да-да, столкновения у нас. Опа, разошлись. Ничья. Ха-ха, такого подсрачничка в конце я ему дал. А мне понравилось. Внемли голос у разом, Артур. Вау, что такое? Что с ним происходит постоянно? Прости, я... я пришел сюда не за тем, чтобы драться с тобой. Это именно то, что произошло наверху. Первым делом они отключают связь, а затем... А затем вторгаются, наверное, да? Вторгаются. А как они, интересно, под воду-то могли? Им что, пофиг на все? Так, смотрите-ка, идет атака на базу Аквамена, в общем. Океаны твои, но я отвечаю за этот сектор. Позволь мне помочь. Вот они, явились, не запылились. Прикрой меня! Ха-хау! Так. Ох ты гадый, смотри-ка, что делать. Фонарь, ты главное не подведи. На тебя все надежды. Ты уже один раз подвел. Второй ошибки у тебя не должно быть. Опа, неплохо, да? Составчик... А, фура, фура вылезла. Опа-на! А вот это было не честно. Я думала, что буду пытать только Аквамена из тех, кто связан с режимом. Гепард! Не будем попросту тратить время, чудо-женщина где-то прячется, возможно, здесь. Расскажи мне, где твоя подружка-амазонка? Ты что, не в курсе? Мы с ней больше не друзья. И Атлантида тоже. Врешь! Мне не нужно золотое лассо, чтобы выбить из тебя правду. А мне тоже много чего не нужно, чтобы перебить тебя прямо здесь на месте. Уж поверь мне. О-о-о! Тихо, тихо, тихо. Неплохо ты начал, конечно, но я думаю, что очень хорошо закончишь. Для меня. Так, ребята, ну что ты свой фонарь-то достаешь? Я не понимаю, что он тебе дает. Нет, я вижу, что, ребята, мы получаем какую-то специфическую ауру. Но что она нам дает? Не могу понять. Все комбинации уже вроде бы переиспробовал, но ничего. Зачем вот эта вот стойка у нас меняется тоже? Кстати, о-о-о! Тихо! Да не может быть! Она попала по мне. Ребята, попала своим суперударом. О-о-о-о-охошечки! Она просто сравняла ХП. Мое со своим. Так, ладно. Я не должен здесь проиграть. Не должен. Блин, фонарь, ну как же ты меня нервируешь, а? Ну что у тебя за липовые удары такие? Ё-моё, а? Да, ребят, первый раунд за ней. Да, мне никогда не проигрывали. У меня суперудар накопился. Дайте-ка я попробую вначале. А, да, вот так вот. Я сравнял счет. И теперь, наверное, будем с вами использовать суперудар. Так, я сейчас посмотрю, сколько мы здоровья отнимем. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы половину ХП отобрали. Но, видимо, не получится. Ну, около того. Все равно маловато. Ладно, не раскисаем. На. Арматурой завалили. Отлично. Это единственное, что... Ну что, ну что, ну подсветились мы. Так, у нее суперудар, ребят. Если мы попадем под ее спецатаку, это будет плохо. Так, ну. Добивочный будем делать или нет, блин? Фонарик. Есть. Молодец. Умница. Не подвел ты меня. Красава. Плохая киска. Это уж точно. Киска, она еще та. Наша намного лучше. Воу-воу-воу-воу. Аквамена тут атакуют. Так, братиша, ты давай держись. О, фонарик помогает. Молодец, умница. Давно бы так делал. Хе-хе. Пронзи на черепушку. Никчемную. Мои бойцов обходят с фланга. Удерживай этот рубеж. Прикроешь их. Хорошо, а ты? А я обеспечу атаку. Тихо. Кто тут вломился? Бэйн! Хейл Джорнел, ты вернулся. Я рад снова быть в привычной среде, а для тебя привычнее тюремная камера. Даже когда ты был желтым фонарем, ты не высказывал мне должного уважения, но я покажу тебе, насколько легко сломить твою волю. Да ладно. Ты уже как-то располучил от меня, люлей-то? Бэйн. Да-да-да, конечно. Я же знаю, что ты только бегать здесь умеешь и таранить. Поэтому я готов. Вот о чем я и говорил. Ребята, он только бегать умеет. И все. А сам по себе сынуля. Еще тот. Сейчас он получит. Ага. Ты смотри, он любитель боевых искусств. Это борьба у него, да? Эй, щет, сломал мне позвоночник, гад. Вот так вот. Это тебе в отместку. Ну? Да-да-да, черт ты. Ну, зачем я так долго прыгал? Да чтоб тебя. Оу. Слушай, ребят, по-моему, хорош что-то экспериментировать. Надо уже хотя бы добивать его обычными ударами. Черт, ты посмотри. Первый раунд за ним. Видимо, я недооценил этого Лошпена. Хорошо. Пускай он не радуется рано. Мы сравняли счет. Суперудар у меня есть. Смотрите на заднем фоне, какая там офигенная рыбеха орет. Так, мы его поймаем или нет? Да, я успел его поймать. Нет! Вот это, да, ребята, вот это вот. Вот это минус. Минус суперудар, соответственно, шансы на победу тоже минус, наверное. Ай, не буду сдаваться. Будем прыгать, пинать. В общем, делать все, что обычно делаем. Да чтоб тебя, блин. Не знаете, что, ребята, что, вот не нравится. Я делаю комбинацию ударов, как там. Нога, рука, нога, рука. Он должен прописывать компом. Ну, почему-то у фонаря эта комбинация не работает. В отличие от других персонажей. Он какой-то вообще извне, блин. Так, ну, добивочный-то будем делать. Фонарик, давай, зажги свой лучик света. Ну! Есть, ребята, там практически кропали осталось, чтобы он нас победил. Попробуй это сломать. Да что ж такое, что происходит с нами? Воу! На дорожку. Как вам, мэн? Мы закрываем ворота, но битва еще не закончена, Хэл. Прости, я отвлекся. Что ты теперь скажешь? Ты рисковал жизнью ради Атлантиды. Возможно, ты заслуживаешь доверия. Значит, ты с нами? Я не могу. Я останусь здесь и буду защищать свой народ. Что опять? Ох ты, ох ты. Что это за портал такой тут? Ничего себе. Так. Это кто такой? Хэл Джордан! Красные фонари? Арториус и Декстар, посланники мести, питающие гневом. Не волнуйся. Мы с кольцом эту парочку одолеем. Удачи. Значит, это ты, Арториус, пытался залезть мне в мозги? Жертвы желтых фонарей синист расчисляется миллионами. Он требует возмездия. Ты отрекся от их кольца, но не заслужил прощения за грехи. Ну и что? Ты не первый, кто говорит мне это. Декстар вырвал бы тебе сердце и выпил твою кровь, но я чувствую, что у тебя есть высшее призвание в тебе. Разгорается искра. Искра гнева. О, псих-то. Оу. Ты чё, блеёшь на меня, урод? Мерзость. Фу. Ещё и кошара вдобавок. Что ты делаешь? Что это? А откуда эта ярость? Возможно, ты сумел побороть свои страхи, но ты всё равно предал зелёных фонарей, нанёс вред своим союзникам. Разве ты сможешь простить себя за такое? Я... Не смогу. Тогда гори. Оу, щет, ты издеваешься над зелёным фонариком, гад. Что за кольцо ты держишь? Что это такое? Красное какое-то. Во тьме ночной. При свете дня. Стань возмездием. Стань красным фонарём. Злу не укрыться от меня. Те злые мысли, в ком царят. Есть! Молодец! Фонарь, ты крут! Страшите света фонаря! Да, ты молодец, фонарь. Ты прав, я уже ненавижу себя за то, что сделал. Но моя воля сильнее, чем моя ненависть. Так, и у нас тут Атроцитус. Против него мы дерёмся. И тут летающая ещё какая-то кошка. Ох, как больно. Слушайте, он здоровый, конечно, но... Медленный. Может быть, мне, конечно, кажется, но... Будем смотреть. Эй! Я до сих пор не могу одного понять. Почему некоторые бои вот с такими подлагиваниями? Что за фигня? Что за фризы такие? Их не должно быть, ребята. Поверьте мне. О-о-о! Тихо, тихо, тихо. Слушайте, ну, я не знаю, ребят. Мне, знаете, выгонее и быстрее, наверное, его просто бомбить обычными ударами руками и ногами. Так, попадём. Попали. Ну, что же. Мы должны его здесь урыть. Хотя вряд ли не получится, ребят. Ну, буквально там пару ударов, и я думаю, что он будет наш. Готовенький. Ну, иди сюда, хламон. Эй! Щет! Так, так нечестно. Он всё-таки быстрее меня победил. Ну, давай. Опа, 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 опачки! Ух, хорошо блок сработал, ребят. А так было бы, наверное, мне Бобу очень больно. Так, сравняли счёт. Погнали. Так, получил своё охламонище. Ну, блин, не поймали, не поймали. Посмотрите, он и блюёт там, что-то ещё делает. Какой-то кровавый там, скажем, вьюночек вызывает. Ну, да, это какой-то гнев красный фонарь, жёлтый фонарь, зелёный фонарь. Синестра. Ну, вы помните такого, да? Злодея был в своё время. Может быть, даже и есть. Так, а это, я так понимаю, его прислужничек, якобы. Но... Хотя Синестра, по-моему, был всё-таки жёлтым фонарём. Ух! Пока! Цитрус. Твой мир охвачен пламенем, и когда он рассыплется в пепер, ты будешь умолять о возмездии. Ну, тут вряд ли. Да-да-да, вот именно. Проваливай обратно в свой портал. Вместе с своей кошкой драной. Стражам про это, пожалуй, лучше не знать. Да, и Аквамену, наверное, тоже. Так, это кто у нас? Ага. Брейняк, чё, он начнулся? Бетафаза завершена. Защита земли необратимо ослаблена. Начать обратный отсчёт. Опа. Обратный отсчёт для чего? Что ты там опять задумал? О-оу. Два корабля? Не нравится мне это всё. Так, Брейняк, ты бы лучше бы пыл-то свой подержал бы маленько-то, а? Ты посмотри. Три корабля, и это всё идёт на мегаполис. О-оу, каких три? Тут уже десяток. Даже больше. Откуда он столько взял кораблей таких космических, а? Ну, я даже и не знаю, как мы здесь будем бороться. Тут нужно подключать абсолютно всех супергероев. А это ещё что там сзади? Ах, это самый главный корабль. Так скажем, крейсер. Обратный отсчёт. Короче, они хотят, видимо, уничтожить нашу планету. Ой-ой-ой. Так, Бэтмен, что ты там придумал? Я обогнул весь мир. Огромные корабли зависли над всеми крупными городами. Даже с морпехами Аквамена нас слишком мало. Каков план действий? У тебя же он есть? Мы должны эвакуировать оккупированные города, прежде чем браться за Брэйняка. Но нам нужна огневая мощь. То есть тяжеловесов сейчас работает на Лютер Уэйн. Только Синий Жук и Файр Шторм. Но они сейчас заняты. Даже для такого заняты. А не наш последний рубеж. Если Брэйняк доберётся до Супермена... Ну, если Брэйняк не попытается вызволить его из тюрьмы, это сделает Черный Адам и Чудо-женщина. И чем хуже дела пойдут, тем больше людей захотят, чтобы мы выпустили его на свободу. Это я так, к слову. Надеюсь, новые парни смогут выстоять против врага галактики. Синий Жук и Файр Шторм новички. Но вдвоём они самая сильная команда из всех, что у нас есть. Глава шестая. Штурм Острова Стайкера. Джейми, это правда Бэтмен не считает нас достаточно полезными? Пришельцы вторгаются, а мы тут сидим охраняем, сторожим Супермена и его сообщников, у которых уже есть охрана. Мы охраняем охрану, мы явно лишние. Джейсон, сделай шаг назад, взгляни на ситуацию чуть шире. Я лучше буду торчать здесь, чем там. Этот костюм инопланетная боевая машина? А это ваша матрица Файр Шторма. Вдруг мы попадём в Брэйника и бац, случайно взорвём весь мир. Джейми прав. Мы ещё не познали наши способности. Послушайте, что вы оба несёте? Мы крутые парни. А крутые парни должны воевать на фронте. Мы уже на фронте. Брэйник устроил катастрофу на планете. А если сложить Брэйника и Супермена, будет апокалипсис. А значит только мы отделяем катастрофу от апокалипсиса. Хм, тогда я не против. Опа, опа, что такое? А это кто такое, я не могу понять. Хе-хе. Ну и костюмчик у тебя, братишка. Синий жук. А, это Супермен, ё-моё, я его не признал. Нет, тот чувак был просто в камере. Что происходит? Брэйник? Или фан-клуб Супермена? В любом случае, нам надо слиться. Опа, очки. Не понял, как это? Они вдвоём в одно целое? Ух ты. Ну ты крут, парень. Это Фаершторм. Поехали. Поехали. Так, что у нас тут? Ммм, какие-то обломки. Свободу Супермену! Свободу Супермену! Ага, фанатики пришли сюда. Так, чёрная дам. Понятно. Что они здесь сделают? И вообще, куда они залетели? Что это за дырка? Сканирование идёт. Синий жук. Чё ты тут ищешь? Чё ты ищешь-то? Камера красного солнца в порядке. Должно быть центр энергоснабжения. Центр энергоснабжения? И если мы его потеряем, отключатся генераторы. И тогда он улетит отсюда. Прозрели. Почему они все против него? Я не могу никак понять, ребята. Что он сделал? Не, ну да, конечно, там был у него бзик. Но неужели он настолько критичный? Так, что-то сломалось. А, видимо... Кто вот это вот такой? Вот что я спрашивал тогда. Что за парнишка? Что-то он здесь подозревает. Так, так, так. Ломает, видимо, крышу, да? Оу, просто с корнями взяли и вырвали. И кто это у нас там? Слушай, он мне напоминает сейчас одного... Я что, уснул? Оу, привет. Хе-хе, сестрёнка Супермена. Два ерунда, я правда. Так, Адам Чёрный. Что он хочет здесь сделать? Что-то сломать или вывести из строя. Сто пудов. И что это за... Машина такая странная? Ага. А, Синежук и Фэр Шторм. План таков. Один из нас займётся Адамом, другой перезапустит генераторы, пока Супермен не сбежал. Э, жалкий план. Хе-хе. Услышал же их, а? Скорее всего, вы здесь просто умрёте. Да, куртка ясна. Так, ну что, выбираем, наверное, ребята, синего жука. Я хочу посмотреть, каков он... Похоже, Мэйв, правда, на передовой. Вы хотели настоящего боя? Ты наивный юнец, у которого слишком много силы. Почти как покойный Билли Бессон. Я не знаю, кто такой Билли Бессон, но я хочу тебя проверить на прочность. Чёрный Адам. И почему ты Адам? Ух ты. Смотрите, у жучка выросли коготки. Хе-хе-хе-хе. О, тихо-тихо-тихо. Ага, ты, значит, у нас, видимо, управляешь молниями, да? Или я чего-то путаю? Да нет, ребят, смотрите, он просто-напросто маленькая заноза в заднице. Да, у него молнии. Слушай, успокойся, Адамчик. Просто сдайся мне на милость и всё. И я, возможно, тебя пощажу. Паучи. Первый раунд за нами, причём довольно легко. Так, второй раунд. Поехали, ребята. Слушайте, а мне нравится это. Оу. Оу. Мне нравится этот джук. Очень хорош. Такой динамичный парень. Давайте посмотрим суперудар. Ага. Вау. Прописали. На. Со всех видов оружия. Получи. Вдовесочек. Нам осталось лишь добить его. Сейчас мы это провернём дело, ребят. Ну. Всё, отдыхай, Адам. Я же тебе говорил, не надо было тебе сюда идти. Может, я и правда крут. Ну, запускай машину обратно. Так, фэршторм. Надо вернуться и заблокировать камеру Супермена. Мой старик явно снизил планку от Бора. Так, кто же это такой? Вы, новички, так рвётесь впечатлить Бэтмена. Почему? Он же слабак. Слушайте, ну он похож на Робина. Если твой отец слабак, тогда кто же ты? Я пошёл в маму. Профессор Штейн хочет научить этого Эдди поуважать старших. Слушайте, я не понял. Это Робины или я чего-то путаю? Ладно, неважно. Ты, наверное, был одним из учеников, считавших себя умнее наставника. Думал, что я умнее Забияки? Нет. Я знаю, что я умнее. Хорошо. Ой, ребята, это Найтвинг у нас. Странно. Я думал, что это Робин. Уж больно он похож. Но я ошибся. Хотя, может быть, это Робин. Просто он перешёл на тёмную сторону. Его стали звать Найтвингом. Фиг его знает. В любом случае, получит он сейчас от моего братюни Фаершторма превосходных и аппетитных люлей. Это я вам обещаю. Так. Я всё ищу какие-нибудь хорошие удары, пока ничего не могу найти такого изысканного. Поэтому добил обычными руками. Руками. Со сумка. Хотя я больше уверен, что мы должны жарить не по-детски. Так, у нас... Нет, ещё не накопился. Но сейчас будет, ребят, суперудар. Естественно, я его посмотрю. Оу, тросточка-то своей. Хорош махать-то. Заблудший сын. Очисти душу свою. Я её... Выжгу из тебя просто своими ладошками. Оу, хорошо-то как. Ну, вставай, сынок. Я жду. Вот так вот. Поиграем чутка. Ребят, суперудар у меня готов. Давайте смотреть его. Попал? По-моему, да. Ух ты, это куда это я его отправил? В преисподнюю, что ли? Йохоу! Неплохо, да? Проучили. Ха, выиграли. Урок окончен. Да, преподали ему такой маленький, небольшой урок, чтобы он уважал старших. Так, киборг. Чудо-женщина сейчас наружу отвлекает внимание последних охранников. Что он там сказал? Я? Оу. Встреча-воссоединение, так скажем. Кара? Ну? Ну что вы там томите меня, ё-моё. Так, синий жук. Давай, подслушивай. Ещё один криптонец? Ты узнал меня, Калл? Мои родители сохранили твой снимок в памяти моего корабля. Ты мой защитник. Прости, что я опоздала на пару десятков лет. Мы с тобой покинули Криптон одновременно, но взрыв сбил мой корабль с курса. Сильно сбил с курса. Ты ничуть не изменилась. Гиперсон, пока ты взрослел, я спала. Не думал, что когда-нибудь увижу родных, с такими же глазами, как у меня. Кто-то моей крови. Ты знала моих родителей. Они тебя очень сильно любили, Калл. Диане нужна помощь. Я киборг. Долго ещё? Ещё пять минут, и солнышко сядет. Какое солнышко? А, солнышко, понял. Я не хочу тебя оставлять. Я буду здесь. Слушайте, нам, наверное, предстоит здесь подраться. Она равна тебе по силе. Мы с ней справимся. Куда пропал твоя уверенность? Криптонцы её забрали. Держись, Бэтмен рассчитывает на нас. Такой самоуверенный чувак-то. Файрешторм. Так, киборг. Надо давать должное Палмеру. Его люди знают толков криптографии, но я всё равно взломаю его. Виктор, сзади! О, у жучара пришёл. Хей, подбили его, блин. Так, ну что, жук, давай. Блин. Отключился, зараза. Ну что же, придётся, наверное, нам файрештормом играть. Или я ошибаюсь. Какая у тебя температура плавления, киборг? Ха-ха-ха. Смотрите-ка, стоит. Стоит. Выдерживает. Оу. Энергощит ему в помощь, естественно, ребят. Как же без этого. Ну что вы, как дети, тут валяетесь? Ну ё-моё. Так, критическая ошибка. И что-то какой-то сбой, видимо, пошёл, да? Так. Тихо, ребята. Что-то неладное творится. Генераторы красного солнца. Нужно перезапустить тот пульт, пока Супермен не набрал силы. Любителям тут не место, юницы. Так, ну что, давай, блин, давай синего жука возьмём. Думаю, я справлюсь. Ну. Классная пушка. У меня тоже такая есть. Хватит играть. Ты стрелять-то из неё умеешь? Хе-хе, поверь мне, умею. Ага. Хотел там что-то. Вот так вот получил. Мне нравятся, ребята, вот эти булавушки и вот эти вот шипы. Вообще всё мне нравится в жуке в этом. Его мобильность, его скорость. Э, так, тихо. В принципе, в Киборге ничего такого нету. Изысканного. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Что ты там делаешь? Оу. Подловил меня, гадёныш. Слушай, да ты задолбал. Ну и что? А, ну всё, я понял. У него специализация, ребята, оружие, поэтому он и доволен. Так, у меня суперудар накопился. Давайте-ка, наверное... Я попробую его заколбасить в этом раунде просто в рукопашку. А потом будем применять тогда суперудар. Да, ребята, помню я этого синего жука ещё по мультику. Как их? Маленькие титаны, по-моему, если не ошибаюсь. Как он только появился. Как он не мог управлять собой, когда он этот костюм получил. Так. Прописываем, естественно, суперударом. Бабах! Так. Отлично. Да, и в то же время он, по-моему, был влюблён там в одну девушку. Если я, конечно, чего-то не путаю. И он всё комплексовал. Ага, столкновение. Ну, жму на всё подряд, ребята. Не знаю, что получится у нас из этого. Что? Воу! Ничего себе кулачок-то! Успешная защита ещё написали. На! Так, добиваем, ребята. Чё он тут промахнулся? Лузер! Не-не-не-не-не-не. Не попадёшь. Вот о чём я вам говорил, ребята. Добиваем. Всё, просто коленом ему в дыхалочку. И если нужно помочь советам, дай знать. Так, перезагрузка системы. Бэтмену не справиться с Брэйниаком. Я ваш единственный шанс. Тут вот какое дело, Супермен. Бэтмен обратился к нам за помощью. Он не обязывал нас. Не заставлял подписывать клятву верности. И грозил нам тюрьмой. Он не сможет зайти так далеко, как нужно. И потерпит поражение. Оу! Держись от него подальше! Опачки! Чудо-женщина здесь. Тю! Ха-ха-ха! Криптонит, значит. Профессор знает, как с тобой справиться. Ого! Криптонит! Ты... Ты такой гнусный, ай! Как мне говорили, чудо-женщина и черный Адам! Ох, как ее ломает. Сдавайся, я прекращу. Криптонцы не сдаются! Ух ты, знатно получил по щам фаер-шторм. Да. Оу! Жук, ты куда? Так, ну что, ребята, выбираю синего жука. Мы освободим Калэла. Хотите вы этого или нет? Даже не спросит нас. Давай-ка поменяемся партнерами. Ха-ха-ха! О, улетели. Парень, нам нужна помощь Калэла. Ты даже не знаешь, на что способен Брэйниак. Нет, но я знаю, на что способен Супермен. Ух ты! Ну что ж, давайте. Супер-герл у нас здесь, ребята. Пора немножко ее проучить. Ага, неплохо. Вот жук, да. Мобильный, мобильный, ребят. Мне нравится. Оу! Эй, красота-то какая! Так, тихонько. Ну, ребят, смотрите, мы уже ведем. Причем довольно неплохо. Так, Супермен, ты успокойся, пожалуйста, там. И не буяни, а. Утихомирься. И посмотри, как я буду наказывать твою сестренку. Да? Хотя я не очень ярый поклонник этого, но мне приходится это делать. Или я, или она. Тут большого выбора нету. Ты смотри-ка, а, какая хитренькая. Давай, жук. Ты будь нормальным жуком, боевым, а не жуком-навозником. Е-мое, в конце концов. Ну, давай, вот, отлично, ребят. Нормуль, хорошо. Так, Суперудар у меня опять накалился. Накалился? Накопился, конечно же. Наверное, будем его, ребята, с вами испытывать. Хотя я попробую даже, наверное... А вдруг прокатит? Ну-ка. Все, ребята. Она попала в мои сеточки. Ну и, естественно, это будет для нее наказанием. Критический удар. Бум! Пока, Супердерл. Гляжу, тебе здесь то же самое место. Так, что там? Мы с профессором заперли чудо-женщину под тремя метрами стали. Ага. Заперли они. Вы храбро сражались. Но эта битва закончена. Вы хотите, чтобы я это сделал? Профессор, это безумие. Может, мы сможем этим управлять, но... Вы правы. Других вариантов нет. Джейми, беги отсюда! Что ты задумал, а? Не понял. Господи Иисусе! Джейсон! Ты что, хочешь нас взорвать? Другого выбора нет. Ну, уходи же! Уходите все до единого. Эта штука будет пострашнее солнечных ожогов. Ты готов взорвать метрополис лишь, чтобы мы не выпустили Супермена? Зато я спасу землю. Оу, щит. Файр-шторм, остановись! Ага. Прибыл главный. Так. По-моему, все объединимся мы в итоге. Мне так кажется. Кто ты? Слишком заботливая двоюродная сестра Супермена. Ты хранишь так много тайн, но терпеть не можешь, когда их хранят от тебя, верно? Точно это Робин, ребята. Брюс, ты не сможешь победить Брэйника. Ты права, Диана. Не смогу. Опа. Выпускаем Супермена по ходу дела, ребят. Да. Так, оно и есть. Какого? У нас нет другого выбора, ребят, согласитесь. Ты готов остановить Брэйника любой ценой? Всеми доступными средствами. Что ты задумал? Ты всегда на три шага впереди. С меня пока что хватит спасения мира. Я больше не вернусь в эту камеру. С этим мы потом разберемся. А сейчас мы должны спасти мир. Вот это круто. Действительно, пора Брэйнику надрать зад. Такой смотрит. Такой сомневается. Нет, все-таки все хорошо прошло. Так, и у нас показывают космический корабль Брэйника. Что он тут задумал? Он в ожидании чего-то. Или он под сомнением? Так, Гротт, что тебе здесь нужно? Ты звал меня, Брэйник? Возникли непредвиденные осложнения. Калл Эл на свободе. Но что еще удивительное, он не последний криптонец. Есть еще один беглец. Ах, вот его что. Двое криптонцев. Действуй по плану. Калл Эл пока еще не вернул свои силы. Но помни, криптонцы принадлежат мне. Да, конечно, тебе, ага. Как будто это игрушки какие-то, да? Оу. Сбор общий. Хе-хе, все шушукаются. Так, план открываем и смотрим, что там у нас по плану. Благодаря Флэшу мы знаем местонахождение всех кораблей во флоте Брэйника. Они нацелены на крупнейшие города на каждом континенте. Беты разрушаются на крайне каждого. Так, что тут за разговор такой у них? Нам нужно поговорить с глазу на глаз. Слушай, Бэтмен, насчет тюрьмы мы... Ты действовал безрассудно. Больше так никогда не делай. Загладишь вину, выполнив другое задание. По-тихому. Мы должны эвакуировать эти города перед тем, как нападем на флот. Но сначала нужно восстановить связь. Поэтому в первую очередь киборг починит братский глаз. Я вам не служба Бэт-поддержки. Не в этом проблема, Виктор. Оу, Супермен обновил себе костюмчик. Это что-то, ну, в принципе, неплохо. Типа подкос на Бэтмена. Будем считать так. Кара своими глазами видела, как Брэнниак уничтожил Криптон. По ее словам, меньше, чем через 48 часов он сделает то же самое с землей. Без четкой координации мы потеряем ценное время. Значит, мы должны починить братский глаз. С тобой пойдут женщина-кошка и Харли. Тебе потребуется их помощь, чтобы войти в пещеру Бэтмена. Просто скажите мне координаты, я открою портал и телепортируюсь. Не выйдет. Я изучил технологию материнского ящика, встроенного в твою броню. Попробуешь попасть в пещеру Бэтмена, и вместо телепорта будет шмяк? Так как нам туда попасть? Через вторую подземку под Аркхемом. Есть вход в туннель. Я пойду с вами двумя в лечебницу Аркхем? У тебя есть выбор, братец. Пообещай мне, что неловких ситуаций не будет. Мне нужно провести несколько часов солярия в крепости уединения. Если, конечно, ты ее не разрушил. Не успел. Дэмиан, Адам, вы со мной. А все остальные, нам следует сидеть сложа руки. Будем планировать нападение. Начнем действовать, как только заработает братский глаз. Помни, там снаружи нет никакого режима. Его больше нет. Поэтому мы никого не убиваем. А вот это верные слова Бэтмена. Молодец. Дай пятюню. Я думаю, что все согласны. Пойдем. Так, заседание закончено. Ты со мной. Так, ну, давайте разрабатывать, в конце концов, план. В чем он будет заключаться. Так, ну, давайте. Обсудите все делишки мелкие, свои неурядицы. И будем продолжать. Зачем ты это оставил? Что оставил? Оу, значок Лиги Справедливости. Ну, как зачем? Это же их не стол был, естественно. Стол переговоров. Хм. А я забыл, что он здесь. Отмазка такая нелепая. Эээ, да. Ну, что же, ребята. Вначале нам нужно попасть в тюрьму. Да? По подземке. Что-то... Блин, я не знаю. Супермен. Ты как-то вот себя ведешь тут хитро. Меня немножко смутение какое-то берет. И твой взгляд вот этот недобрый. Черт тебя знает. Что тебе ожидать? Ага, вот они. Ну, что ж, дорогие мои друзья. Давайте мы на этой ноте с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо. Спасибо за просмотр. Мы обязательно продолжим с вами в следующей серии. Так что всем пока и удачи, ребята. До новых, как говорится, встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok